Сегодня РИА Новости сообщает, что в порту Рикьявика российский бар Крузенштерн протаранил два катера береговой охраны Исландии. Наш четырехмачтовый красавец, один из крупнейших парусников мира. Длина по верхней палубе 114,5 метров. Больше только у бар Касседов. Интересно, что в августе прошлого года Крузенштерн утопил датский буксир. Дело было в порту Эсберг. Датский буксир помогал нашему паруснику выйти на открытую воду. После команды отдать концы датские матросы замешкались, и их суденышко-российский гигант увлек под себя. Нерадивых матросов спасли, и претензий к русским тогда не было. Крузенштерну позволили беспрепятственно продолжить свой путь. Ну и вот еще одна странная история. На сей раз наш барк разворачивали буксиром исландцы. Но конец почему-то лопнул, и ветром Крузенштерн снесло на местные катера береговой охраны. Огромный бушприт снес на одном из них настройку, на другом – сигнальную мачту. Бушприт тоже пострадал. Барк принадлежит Калининградскому государственному техническому университету. Экипаж Крузенштерна – 70 человек, но кроме них 120 российских курсантов и 23 француза. Они – практиканты высшей национальной морской школы Марселя. Еда и вода на судне в достатке. Парусник, к счастью, как следует застрахован. Наши дипломаты на месте. Подключились. Исландцы требуют компенсации и решили задержать Крузенштерн до конца разбирательства. Но у нас, похоже, есть крепкие аргументы. Это однозначно ошибка портовой команды. Наш капитан Михаил Новиков, который уже лет 10 ходит по всему миру, чрезвычайно опытный. И он, собственно, никакой ответственности не несет, поскольку его еще даже из порта не вывели, из бухты. Однозначная ошибка капитанов вот этих вот буксиров, которые неправильно начали его разворачивать. Вот из-за этого неправильного разворота и лопнул трос, поэтому он навалился на эти два небольших корабля береговой охраны Исландии. Понятно, что наши западные партнеры пытаются перевести стрелки на россиян, но это не имеет никакой судебной перспективы. Парк, кстати сказать, он застрахован на все случаи. Поэтому эта дежурная процедура, она сейчас завершится, надеюсь, совершенно объективным разбирательством. Ну и вот только что нам удалось связаться с капитаном Крузенштерна. Это Михаил Новиков. От него и самые свежие новости. Команда чувствует себя хорошо. Сегодня провели спортивный праздник. В данный момент снимаемся с якоря, начинаем следовать в Мурманск согласно рейсовому заданию. Строение у акипажа хорошее. 22-го судно планирует заходить в Мурманск. То есть исландцы все же отпустили Крузенштерн, значит и претензии значительно легче, чем ранее предполагалось.